Принципы рациональной фармакотерапии инфекций нижних дыхательных путей. На самом деле, как пульмонолог, я буду говорить не о всех процессах. Безусловно, мы оставим пока в стороне пневмонию обострения хронического бронхита, хронического киноболеза легких, а поговорим о самых насущных проблемах, касающихся введения пациентов с вирусными поражениями легких. В том числе мы поговорим о COVID-19, ну и, конечно же, на первом месте это острый бронхит. Почему же на первом месте, с точки зрения пульмонолога, стоит именно это заболевание? На самом деле, это совершенно недооцененная для нашей страны проблема, потому что болеют, ну, по крайней мере, наверное, 5-7, а то и больше процентов жителей, да, любой страны, и, конечно же, Российской Федерации наверняка не исключение. Второй вопрос связан с тем, что, к сожалению, острый бронхит славится тем, что, наверное, при этом заболевании совершается самое большое количество различных ошибок по части введения этих пациентов. Почему не оправдана антимикробная химиотерапия? 90% наших больных, к сожалению, получают антибиотики, хотя мы прекрасно понимаем, что это заболевание первичной вирусной теологии, и эти пациенты не нуждаются в данном лечении, но, к сожалению, оно назначается. У нас есть потрясающие данные, одно из протоколов, один из протоколов, который видите на этом экране, говорит нам о том, что привлечение антибиотиков не приводит в подавляющем числе случаев острого бронхита никакому эффекту, а только лишь сопровождается большим количеством нежелательных явлений. Поэтому, когда мы говорим о взрослых, 95% наших больных попросту не нуждаются ни в какой антимикробной химиотерапии, и это действительно так, это данность, потому что заболевания первичной вирусной теологии, это вирусы гриппа, аденовирусы, коронавирусы, вирус парагриппа, респираторный социальный вирус. И только лишь в 3-5% случаев речь идет о затяжных острых бронхитах, мы можем столкнуться с мекоплазмом, медофилопнемонией, более редких случаях с бордетелопертусисом, это возбудитель коклюши. Когда мы можем подумать о бактериальных возбудителях? Когда пациент предъявляет подобного рода жалобы на продуктивный кашель и соответствующий дыхательный дискомфорт, мы выслушиваем у него сухие хрипы, конечно, это продолжается более 12-14 дней, и тогда мы с вами подумаем о том, что это мекоплазмом, медофилопнемонией, назначим иммунологические тесты, которые хотя бы косвенно нам подтвердят наличие инфицирования этим возбудителем, и тогда уже подумаем о назначении макролитных антибиотиков. В остальных 95% случаев это делать не стоит. Вы видите, прозвучали коронавирусы. Другие, их больше 40 видов, исключая вирус SARS-CoV-2. Для COVID-19 характерен свой вариант, свой патогенез, поражение респираторных отделов легких, в отличие от гриппа и других вирусных респираторных инфекций. И здесь речь не идет о воспалении эпителия трахерпанхиального дерева, которого мы находили у больных с гриппозной инфекцией. И целый ряд собственных наблюдений, и даже результаты патоломоэкономических вскрытий, которые вы найдете на этом экране, соответствующие ссылки, говорят о том, что при COVID-19 слизистая не поражается, соответственно, нет мокроты, соответственно, не нужно назначать в большинстве своем мукоактивные препараты, да, и речь не идет о лечении острого бронхита в рамках этого процесса. Это очень важное дополнение. И, конечно же, когда мы говорим о COVID-19, то же самое, что и при остром бронхите в настоящем промежутокрении произошло. Мы все давно прекрасно знаем. Мы знаем, что антибиотики не активны в отношении респираторных вирусов, включая вирус SARS-CoV-2. Но, к сожалению, возможная боязнь, возможно, непонимание этой инфекции привело к тому, что до сих пор абсолютное количество наших больных, в том числе в Российской Федерации, переживающих COVID-19, даже не тяжелого течения, получают совершенно неоправданную антимикробную химиотерапию. Об этом заявили больше года назад, об этой проблеме, да, и о отсутствии необходимости назначения антибиотиков, в том числе в наших собственных работах, в том числе в пятой версии национального документа, в июне прошлого года появилась четкая информация о том, что антибиотики нужно назначить только при наличии соответствующих показаний, да, а это гнойная мокрота, это прокальцитанин, более 0,3 количества, 0,5 полуколичественных тестов, да, ну и, соответственно, еще и повышение количества лейкоцитов с палочкой, как дополнительный критерий тоже может он рассматриваться при введении пациентов с COVID-19 в плане решения вопроса о назначении антимикробной химиотерапии, хотя мы помним, да, что лейкоцитоз может быть обусловлен в том числе проводимой терапией глюкортикостероидами. Итак, коллеги, острый бронхит, другие острые респираторно-вирусные инфекции, и вот сейчас COVID-19 поставил эту проблему на одно из первых мест. Проблема самая большая, неоправданно значение антибиотиков, которые ведет к росту антибиотикорезистентности и огромному количеству нежелательных явлений, которые мы, кстати, наблюдаем и в амбулаторной практике. Нам нужно решать эту проблему и решать быстро внедрением целого ряда нужных программ, в их числе, конечно же, вот наши встречи, подобного рода конференции. Это, конечно же, отсрочено назначение антибиотиков в амбулаторной практике. Это не три дня, глубоко уважаемые коллеги, которые пропагандируются на различных рекомендациях, да, и различных документах. Нет. Не просто мы выждали три дня, и у пациента сохраняется лихорадка. По нашему глубокому убеждению, этого пациента нужно-то обследовать. Нужно определить у него или принять все возможности, да, по определению прокальцитонина, цириактивного белка, рентген груди и рентген предаточных фазов носа, лейкоцитоз палочка-еденовый сдвигом тоже прибавит нам энтузиазма в назначении антибиокробной химиотерапии, значит, это исследование должно быть выполнено. Да, и если мы диагностировали вне больничную пневмонию, если мы диагностировали острый бактериальный ринусинусит, высокие цифры ПРБ, прокальцитонина, цириактивный белком, то вполне очевидно назначаем соответствующую антимикробную терапию. Какие есть еще у нас методы? Это правильная противовирусная терапия у пациентов в группах риска. Ну и, конечно же, цианализм симптоматической терапии, наверное, можно поставить на одно из первых мест, потому что у пациентов с острым бронхитом это единственное, по большому счету, что мы можем предложить нашим пациентам. Правильная мукоактивная терапия. Цириактивный белок. Безусловно, COVID-19 поставил этот вопрос тоже на одно из первых мест. Происходит некий ренессанс нашего возвращения к биологическим маркерам воспалительного ответа. И действительно, они очень хорошо нам помогают в реальных клинических ситуациях. При решении вопроса назначения антибиотиков, раньше мы с удовольствием использовали, да, и это необходимо в дальнейшем делать, уровень ЦРБ. Если он менее 20 мг на литр, антибиотик нельзя назначать, потому что речь идет совершенно, так сказать, не о бактериальной флоре, о, скорее всего, вирусном течении, да, заболевании. Вот, все, что выше 50 мг на литр, здесь уже, конечно, назначение антибиотика стоит под важным вопросом, потому что речь в большинстве своем здесь пойдет уже о бактериальном процессе. Все, что в промежутке между этими показателями требует наблюдения этих пациентов и наслоение, наведение его различных других диагностических методов в виде рентгенотерапии, осмотра лор-специалистов и так далее, и так далее. Но, глубоко уважаемые коллеги, стоит помнить о том, что ЦРБ, когда мы говорим о COVID-19, совершенно не подходит для решения вопроса об антибикробной терапии. Он не работает. Он отражает выраженность системного процесса, инициированного вирусом SARS-CoV-2. И, конечно же, ориентироваться на него, на его уровень для решения вопроса об антибикробной химиотерапии нельзя. В этом случае нам поможет только прокальцитонин, который действительно повышается только лишь при наличии бактериального инфицирования. Да, это несколько более дорогостоящая опция, нежели использование цирреактивного белка, но, так или иначе, это тот вектор развития, который нам необходимо использовать и внедрять в реальную клиническую практику. Следующий момент, на котором бы мне хотелось остановиться. Противовирусная терапия. Это действительно работает, в том числе в том контексте, в котором я постарался заглавить свое сегодняшнее выступление. Не оправданная антибикробная химиотерапия. Нет, давайте сделаем правильно. Давайте лучше назначим противовирусный препарат, который у ряда пациентов действительно сработает, приведет к уменьшению риска, в том числе тех же самых бактериальных осложнений, и вполне очевидно, это будет сопровождаться меньшей частотой привлечения антибиотиков. В этом контексте, и в контексте неоправданной назначения антибиотиков, мне бы хотелось привести результаты исследований, в частности препарата эргоферон. Это плацебо-контролируемые, в том числе протоколы, и с точки зрения клинициста это говорит об одном единстве. Значит, препарат работает, если он доказал в рамках исследования свою клиническую эффективность. Одна из работ нам говорит о том, что эргоферон демонстрировал наряду с асильтемивиром хорошую эффективность по части введения пациентов с гриппом, то есть симптомы гриппозной инфекции купировались ровно точно так же, как при использовании асильтемивира, так и эргоферона. Наконец, плацебо-контролируемый протокол показал, что назначение этого препарата сопровождается более быстрым регрессом лихорадки основного симптома остро-спиратной вирусной инфекции по сравнению с плацебо. Исследования Эрмитаж, результаты которого вы видите на экране, говорят нам о том, что среди достаточного пула больных, среди которых были взрослые дети, назначение эргоферона демонстрировало потрясающий эффект по части, в том числе, профилактики, то есть меньшее количество было различных бактериальных осложнений у пациентов, которые получали данную лекарственную стратегию. И, наконец, это все приводило к значительно меньшему необходимости, меньшей частоте назначения антибиотиков при острых респираторных вирусных инфекциях. То есть это тоже хороший путь, который мы можем использовать в реальной клинической практике для решения вопроса, так сказать, о неоправданном назначении антимикробных препаратов. Как только мы правильно начали лечить, назначили по показаниям в группах риска противовирусный препарат, осильтемивир при гриппе, эргоферон и ряд других лекарственных средств при, в том числе, острых респираторных вирусных инфекциях, другой этиологии, потому что эргоферон и ряд других препаратов, они обладают не только воздействием на вирус гриппа, речь идет, в первую очередь, за счет выработки эндерферона, и ряд других механизмов, которые реализуются по назначению этих препаратов, поэтому можно их использовать в группах риска у пациентов с коморбидным полуфоном, в том числе у пожилых, когда речь идет о других респираторных инфекциях, в том числе при остром франхите, и это хороший путь для того, чтобы профилактировать, наверное, по-другому не скажешь, неоправданное назначение антибиотиков, да, и это будет приводить к хорошему клиническому эффекту у наших пациентов. И второй путь, он, наверное, самый важный, это правильная симптоматическая терапия, с обладающей минимальным количеством нежелательных явлений, а самое главное, обладающая хорошей эффективностью, если мы назначаем вовремя, если мы назначаем этот препарат в нужной клинической ситуации, да, и понимаем, с чего мы хотим добиться. Здесь очень хороший пример может быть приведен, мы глубоко уважаемые коллеги, в виде этой динамики, например, развития кашля у пациентов с острос-респираторной вирусной инфекцией. Я не буду останавливаться на других стратегиях для симптоматической терапии. Кашля, вот большее количество ошибок нередко как бы совершается нами в реальной клинической практике. Обычная риновирусная инфекция. Патология со стороны верхних отделов. Поражается респираторной эпителий полости носа. У пациента ринарии, у пациента заложенность носового дыхания, но при этом еще и кашель. С чем это связано? Это связано с гиперреактивностью трахиманхиального дерева. Это связано с рефлекторным раздражением, да, это все звенья одной цепи, рецепторов, которые находятся в других анатомических зонах. Они находятся в нижних отделах респираторного тракта, да, например, в зоне пифуркации трахеи. Далее, через несколько дней кашель, соответственно, становится продуктивным, да, то есть мы понимаем, что здесь уже речь идет о определенных осложнениях о среспираторной вирусной инфекции, да, и понятное дело, что в первые, соответственно, несколько суток, когда кашель рефлекторный, когда он непродуктивный, сухой, назначение мукоактивных препаратов является по большому счету бессмысленным, нет точки приложения. Но как только появляется мокрота, да, мы, конечно же, их назначаем, и это приводит к соответствующему эффекту. Вот такая модель, которая, в общем-то, позволяет нам понять рациональность применения тех или иных различных препаратов для купирования кашля. Что у нас с вами есть сейчас в арсенале? Есть противокашлевые препараты, которые купируют кашель в центральном периферическом звене. То есть мы понимаем, что вот в этой ситуации мукоактивные средства не показаны, а противокашлевые препараты вполне себе могут быть востребованы, если пациент предъявляет жалобу на небыражный, непереносимый кашель, который тоже бывает и на фоне простуды. Конечно, препараты центрального действия, коденцидержащий, использовать не стоит. У нас есть из таких препаратов бутамират, тоже центральный механизм действия, есть леводропропезин, и есть рингалин. В отношении последнего стоит заметить, что он не нарушает мукоцеллярных клинуться, поэтому завоевал определенную роду популярность при введении пациентов с той же самой простудой. У нас есть мукоактивные препараты. Нет кашля, их назначение будет нецелесообразным. Есть продуктивный кашель, значит, назначаем мукоактивные средства. Есть муколитики, мукокинетики, мукорегуляторы. Какой, какому больному, об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас мне бы хотелось остановиться на противокашлевых лекарственных стратегиях. Конечно же, назначение кадеин, содержащих пациентов с простудой, совершенно не показано. Забегая вперед, скажу, назначение препаратов и пациентам с COVID-19 тоже не показано, потому что они угнетают дыхательный центр, а у больных, да еще с нарушением газообмена, с поражением респираторных активов легких, это будет тоже нецелесообразным. Далее, речь идет о рингалине. Почему он завоевал определенного рода популярность? Потому что он не нарушает мукоцеллярный клиент за счет регулирующего действия на центральные периферические звенья кашлевого рефлекса. То есть, вот в тех ситуациях, когда мы говорили как раз о начале простуды, когда кашель рефлекторный, назначение этого лекарственного средства будет действительно очень востребованным. Плюс средства доставки, рассасывающие таблетки, оказывают дополнительный противокашлевой эффект, либо раствор для рассасывания в полость рта. Тоже обладает таким обволакивающим действием, и даже за счет вот такой вот лекарственной формы он тоже оказывает противокашлевой эффект. Далее, но кашель, да, становится продуктивным. Но вот в этой ситуации мы помимо подключения мукоактивного препарата можем даже оставить рингалин, потому что он не нарушает мукоцеллярный клиент. Если пациент предъявляет жалобы действительно на непереносимый кашель, у него болят мышцы брюшного пресса, и нам нужно улучшить качество его жизни. У нас есть плацебо-контролируемые исследования, которые показали, что назначение рингалина по сравнению с плацебо у пациентов с ОРВИ приводит к выраженному клиническому эффекту в виде сокращения продолжительности кашля, то есть он купировался быстрее на фоне данного препарата. Мне бы хотелось еще и про постинфекционный кашель сказать, прежде чем мы перейдем к мукоактивным средствам. Обратите внимание, кашель остался, простуда ушла, или наоборот, простуда прошла, а кашель остался. Постинфекционный кашель, вот так можно отразить эту клиническую ситуацию. Кашель опять-таки связан с гиперреактивностью трахиманхиального дерева, которая может быть связана с целым рядом причин. Это и нарушенная мукоцеллярная клиентность, это и, собственно, гиперреактивность, и поэтому препарат, который обладает комплексным воздействием, в том числе противокашлевым эффектом, в этой ситуации будет наиболее показан. Поэтому здесь мы тоже назначаем данную лекарственную стратегию и получаем хороший клинический эффект, по крайней мере, у 70-80% наших больных. У 20%, если не удалось на фоне противокашлевого препарата добиться эффекта, мы подключаем ингаляционный, например, ипротропиабрамид, либо ингаляционный стероид, бодисонид в частности. И вот здесь это тоже хорошо влияет на гиперреактивность трахиманхиального дерева и приводит к быстрому разрешению постинфекционного кашля. И то, что это работает, указано в рамках целого ряда исследований. Одно из них российское, вы видите на этом слайде, где использование ринголина благодаря комплексному действию позволяет независимо от характера кашля добиться более выраженных терапевтических эффектов, более короткие сроки без развития нежелательных явлений, напомню, что здесь он сравнивался с бутамиратом, обладающим только противокашлевым действием. Вы видите, ринголина здесь продемонстрировала устойчивый клинический эффект. Далее, у пациента мокроты. Нам нужно выбрать мукоактивный препарат. Если мокроты много, значит мукокинетик от стил состоит, будет наиболее востребованным. Если мокроты мало, да, вот как раз пятые сутки с момента появления той же самой простуды, значит препараты со смешанным механизмом действия, тот же самый, например, препарат, содержащий плющ, стимьян, либо амбраксол, будут наиболее востребованы, более целесообразным будет их назначение за счет механизма действия. Если есть еще и бронхоабструкция, обострение хронического бронхита, значит комбинированные препараты, да, содержащие сальбутамол, либо мукоактивный препарат, плюс ингаляционное применение бронхолитика будет в этой ситуации наиболее востребовано, и это приведет к более быстрому купированию продуктивного кашля. По крайней мере, так демонстрирует логика, да, знание фармологических основ и данные клинических исследований, которые в данном контексте я сейчас не буду демонстрировать, но я думаю, что вы знаете о подобного рода протоколах, которые действительно демонстрируют, вот подтверждают вышеоказанную стратегию, которую я озвучил. Далее, глубоко уважаемые коллеги, несколько слов про COVID-19 в завершении. Обратите внимание, кашель действительно это серьезная проблема у этих пациентов, помимо, так сказать, всего прочего, помимо того, что COVID-19 это жизнеугрожающий процесс. Но обратите внимание, какой кашель беспокоит наших пациентов. Вспомните патогенез, поражение респираторных отделов легких, который связан с гиперцитокиномией, да, цитокиновым штормом и гиперкоагуляцией. И, конечно же, в этой ситуации нет поражения эпители от рахимонхельного дерева, нет, значит, мокроты, значит, кашель сухой. И это действительно доказано в целом ряде наблюдений, в том числе зарубежных, в том числе собственных, да, в том числе, я надеюсь, ваших собственных, вы видели этих пациентов. Кашель действительно сухой, значит, нет точки приложения для мукоактивных препаратов. И только противокашлевые средства могут быть полезны для наших пациентов, переживающих новую коронавирусную инфекцию, и у которых наблюдается такой вот сухой, непереносимый кашель. Мы это опубликовали больше года назад, у кого, уважаемые коллеги, поэтому с удивлением можно судить о том эффекте, который демонстрирует, извините, по-другому не скажешь, новая коронавирусная инфекция, она все ставит с ног на голову. Мы знаем прекрасно, что антибиотики неактивны в отношении респиратурных вирусов, но назначаем их при вирусе SARS-CoV-2, при новой коронавирусной инфекции. Мы знаем о том, что кашель сухой при COVID-19. Почему мы назначаем мукоактивные лекарственные препараты при данной инфекции? Ведь кашель сухой, не требующий назначения этих препаратов, нужно, наоборот, помочь нашему пациенту, назначив противокашлевые лекарственные стратегии. Нам долго удавалось доказать, не удавалось доказать эту позицию. Наконец, в 10-й версии нашего национального документа вы найдете эту следующую фразу. Она очень важна. С целью купирования кашля при COVID-19 используются противокашлевые препараты. Среди них, в том числе, ринголина, которым я упоминал в рамках сегодняшнего доклада. Я благодарю вас за внимание, глубоко уважаемые коллеги.